В эфире новости по будням, новости, главная цель которых помогать. Помогать разбираться в непростых ситуациях, привлекать внимание к проблемам и искать тех, кто сможет решить вопрос. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут будем говорить о темах, которые беспокоят всех. Смотрите сегодня в выпуске. В программе обсудим иммиграционные вопросы. Через 10 дней истекает срок, отвезенный для принесения присяги тем, кто получил гражданство России после сентября 2017 года. Чем чревато отсутствие такой клятвы и как эта процедура проходит в Иркутске, разберемся сегодня. Сегодня власти не готовы вводить туристический налог на территории Иркутской области. В Прибайкале пока что нет условий. Каких именно и как может изменить туристическую отрасль такая мера, узнаете через несколько минут. Начнем выпуск мы с другой темы. Первый провал человека под лед произошел в Иркутской области в этом сезоне. В воде оказался рыбак из Братского района. Его тело нашли другие любители ловли рыбы. Они вытащили мужчину на берег, пострадавший погиб. Пока еще не установлена точная причина смерти утопления – это или переохлаждение. Точку в деле поставит экспертиза. Отметим, что в прошлом году за сезон погибли 6 человек, которые провалились в водную ловушку. Несмотря на такую опасность, люди все равно выходят на неокрепший лед. В Бадабинском районе жители уже пересекают застывший Витим. Кто-то пешком, кто-то на машинах. Этих смелых автомобилистов уже нашли. Им грозит штраф за выезд на замерзший водоем вне переправ. Такие пути в регионе еще нигде не открыли. Всего в Иркутской области планируют оборудовать 42 переправы. Первые заработают на севере региона в начале декабря. Но все зависит от погодных условий. Решение об открытии ледовых путей принимают власти муниципалитетов. Правовыми актами муниципальных образований предусмотрен запрет выхода на ледовое покрытие на период его становления. На водных объектах Иркутской области, на северных регионах уже идет активная фаза становления ледового покрова. Но она еще недостаточна для того, чтобы можно было каким-либо образом оборудовать переправу в соответствии с тревоги. Вопросы порой возникают к поведению автомобилистов, которые передвигаются по обычным дорогам. В Иркутске дорожные полицейские нашли женщину, которая посадила за руль малолетнего ребенка. Видео разошлось по соцсетям. 30-летняя жительница областного центра объяснила свой поступок тем, что ее сын капризничал. Так она пыталась его отвлечь. Женщину оштрафовали на 3000 рублей. О необдуманных поступках автомобилистов на дорогах региона поговорим далее. Прямо сейчас наша традиционная подборка нарушений. Этот владелец черной отечественной легковушки, видимо, слишком увлекся процессом или хотел срочно повернуть налево. Поэтому проехал на запрещающий сигнал светофора. И если первый пешеходный переход он прошел без тормозов, то на втором пришлось остановиться. Ведь там уже шли люди. Но и два велосипедиста тоже хороши. Они забыли, что нужно было спешиться перед пересечением проезжей части. Еще один дуэт синхронно нарушил правила дорожного движения. Сначала водитель белой иномарки пересек двойную сплошную при выезде с территории больницы. Видимо, чтобы не совершать лишних, по его мнению, движений. Его примеру последовал владелец красного кроссовера. И также переехал через две белые линии на асфальте. Но им пока далеко до этого автохама. Мало того, что он выехал на встречную полосу в надежде раньше остальных уйти на мост. Так еще и после того, как встретился с машиной, которая ехала в противоположном направлении, водитель не придумал ничего лучше, как заехать на тротуар. Хорошо, что там тогда не было пешеходов. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире. Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – это лимиты электропотребления для населения. Диапазоны, в которых действуют льготные тарифы и повышенные, утвердило правительство России, и нормативы вступят в силу уже 1 января. Первый диапазон, при котором жители Иркутской области сохраняют действующие цены на электроэнергию ежемесячно, до 3900 кВт-часов. При этом в Прибайкале власти выступают за повышение этого показателя. Известно, что губернатор региона сегодня проводит встречу с заместителем председателя правительства России Александром Моваком, где может предложить изменить утвержденные правительством диапазоны. Кроме того, изучат и доводы научного сообщества. Мы же решили обратиться к тем, кого непосредственно касается данный вопрос – к жителям. Сегодня мы спросили у иркутян, сколько в среднем они тратят электроэнергии в месяц, и что думают об увеличении диапазона. Подобный опрос позже мы проведем и в сельской местности, а горожане нам ответили следующее. В пределах 300 у меня у нас получается. У меня не очень большой расход. Мы живем в такой квартире благоустроенной. Квартира теплая и не требуется большой траты электроэнергии. В среднем где-то около 100. У меня однокомнатная квартира, одна живу. На улице так светло, что я ночью по делам стою, то я не включаю свет. 150, 200, ну 250 – самое большое. Ну, около 100. У меня дома почти не бывает, я всегда на работе. Ну, я ребенок, только компьютер, и все. Где-то 250. Ну, потому что я, считайте, что живу одна. У меня маленькие затраты на электроэнергию, поскольку я готовлю дома мало, стираю мало, хожу в кафе. Я просто отдаю общую сумму в управляющую компанию, я там особо не смотрю по чекам. Ну, примерно 200 киловатт. А так происходит, потому что вы экономите или просто? Да нет, зачем я буду экономить? Она самая дешевая у нас в России. Поволноваться некоторых жителей Прибайкалья заставило и другое федеральное решение. 23 ноября истекает срок для принесения гражданской присяги. Клятвы, которую должны дать те, кто подал заявление на получение гражданства после 1 сентября 2017 года. Чем чревато отсутствие присяги и кого касается указ, разбиралась Дарья Ивазова. Виталию почти 50 лет и пятую часть своей жизни он провел в России. Гражданство получил в 2018 году. Встал на воинский учет, работает IT-специалистом в медицинской сфере. Но сейчас опасается за свои документы. Вышел новый закон о том, что люди, которые получили гражданство позже, 1 сентября 2017 года, должны были принимать присягу. Но, к сожалению, я вот на своей памяти не помню, что от меня это требовалось. Речь не о военной, а о гражданской присяге. Это своего рода торжественная клятва. Человек, который претендует на гражданство, подтверждает, что он принимает его добровольно и осознанно, а также обязуется соблюдать конституцию и законы, исполнять гражданские обязанности и быть верным стране. В Иркутске новоиспеченные граждане, как правило, приносят присягу в городском музее истории. Мероприятие здесь проходит примерно раз в две недели. Если же по каким-то причинам этот зал принять новоиспеченных граждан не может, тогда присягу принимают в отделе по вопросам миграции. И только после присяги выдают паспорта. Присяга стала обязательной с 1 сентября 2017 года, но точных сроков для принесения клятвы не отводили. С ноября 2023 появилось ограничение. Год. Лица, в отношении которых решение о приеме в гражданство РФ, приняты в соответствии с федеральным законом 31 мая 2002 года номер 62 ФЗ, и которые не принесли присягу гражданина РФ до дня вступления в силу настоящего указа, приносят ее в течение одного года со дня вступления в силу настоящего указа. По истечении указанного срока такие лица, если они не принесли присягу гражданина РФ, считаются не приобретшими гражданство РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ недействительными. Эта формулировка и вызвала беспокойство у тех, кто получил гражданство, но не помнит, давал ли присягу. Чтобы разобраться в вопросе, мы связались с миграционной службой. Там нам объяснили, если у человека уже есть на руках паспорт, значит он давал присягу. Ведь без такой клятвы он просто не получил бы документ. Указ же касается претендентов на гражданство. Это люди, которым одобрили гражданство, но они до сих пор не завершили процесс его получения. А значит, не приносили присягу, не получали паспорт и не являются гражданами России. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Иван Гоголев, Новости по будням. В областном центре больше суток искали 10-летнего школьника. О пропаже мальчика заявила его мать. 12 ноября утром ребенок отправился на занятия, после чего перестал выходить на связь. Благодаря очевидцам несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Новоленина сотрудники полиции уже передали ребенка родителям. О других важных событиях региона расскажем в нашем коротком обзоре. В Иркутске задержали 30-летнего жителя, который подозревается в сбыте товаров с запрещенной символикой. По версии следствия, почти 2,5 месяца мужчина продавал предметы своей торговой точке, а также через соцсети. Во время обыска павильона полицейские нашли 72 изделия. Ранее иркутянин уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. Сейчас мужчине грозит до 4-х лет лишения свободы. Я же не знаю, что каждого вот это, вот это, вот это запрещено. Проще вообще не заниматься этим. Но незнание закона не освобождает от ответственности? Ну, я ничего не говорю. Вы сами разделяете идеологию данной организации? Нет, ни в коем случае вообще. Бывший депутат Думы Иркутска получил условный срок за покушение на контрабанду. Георгия не задержали в июне этого года. Суд установил, что мужчина передал своему сообщнику 99 мускусных железка Барги весом почти 2 килограмма для дальнейшего вывоза за границу. Но запретную посылку изъяли у посредника. Экс-чиновника приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Получили 900 тысяч рублей мошенники от жителя Братска. 49-летний водитель нашел в интернете предложение о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Мужчина оформил кредит, начал якобы играть на бирже. Но на самом деле деньги перевел аферистам. Продолжают злоумышленники обманывать прибайкальцев не только дистанционно. В Уссолье-Сибирском у 67-летней жительницы украли деньги и драгоценности на сумму миллион рублей во время снятия порчи. Сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых женщин, которые проводили ритуал. Еще одна важная новость. Стало известно, сколько пассажиров будет вмещать укороченная версия МС-21, которую собирают в Иркутске. Ориентировочно до 160-170 человек. Но разработка проекта пока находится на старте. Идея создания такой версии самолета появилась после импортозамещения систем и комплектующих. Самолет будет меньше стандартного образца на одну секцию фюзеляжа. При этом дальность полета также сможет превышать 5000 километров. Напомним, обычный образец способен принять набор до 211 пассажиров. Сейчас, как сообщает Интерфакс, готовится эскизный проект укороченного лайнера МС-21-200. Но это уже начали выделять субсидии из федерального бюджета. Ее размер за два года составит 2 миллиарда рублей. Старт же серийного производства первой версии судна планируется в 2025 году. Ранее сроки неоднократно переносились. А вот бюджет Уссолья-Сибирского наоборот будет пополняться новыми влияниями со следующего года. В городе введут туристический налог. Такую возможность обсуждали и на региональном уровне, но власти при Байкале решили пока не вводить такую меру. Почему налог может повлиять на сферу отдыха в Иркутской области, мы попросили поразмышлять наших экспертов. Их мнение далее. Сам этот налог ляжет на шеи плательщиков наших путешественников. Иркутск пока что от него отказался. В целом ждем развития инфраструктуры. Изначально это будут, конечно, скажем так, дополнительные затраты по реконструкции новых гостинец, возведения вот этих вот мест отдыха. Но в дальнейшем это будет оправдано тем самым налогом, который ляжет в региональный бюджет. Не менее важная как бы вещь, связанная с введением туристического налога, не все средства размещения на сегодняшний день классифицированы. Вот это тоже важно, потому что мы начинаем играть не по равным правилам. То есть кто-то, условно говоря, находится, классифицируется, кто-то в белой зоне находится и ведет честный бизнес, кто-то, как гостевые дома, не показывает себя как именно гостиница. Что касается отношения туристов, к этому налогу, оно, так сказать, резко негативное. Дело даже не в сумме, потому что сумма пока, ну, скажем так, достаточно незначительная. У нас ежегодное подражание гостиниц происходит на большую сумму. А дело в самом факте, потому что не очень ясно, кто должен платить налог, какие категории льготников. Для путешествий нужны деньги и порой весьма ощутимые суммы. Поэтому наши земляки стали все чаще искать более высокоплачиваемую работу. Увольнений по собственному желанию в Прибайкале стало больше. 74% трудящихся жителей региона сами приняли такое решение. Этот показатель и в Иркутской области, и в целом по России достиг максимума с 2015 года. Чаще всего по собственному желанию, по данным ХХРУ, уходят юристы, работники спорта и бьюти-индустрии, менеджеры по продажам, реже всего охранники, специалисты по безопасности и обслуживающий персонал. Увольнение из-за сокращения штата или реорганизации компании происходит сейчас редко. Эти тенденции связаны с дефицитом на рынке труда. Поэтому организации и предприятия различными способами стараются удержать сотрудников или привлечь новых работников. Мы спрашивали у соискателей, что важно для них. Ну, в первую очередь, конечно, зарплата, но причем зарплата, которая покрывает нужды. Второе – это отношение компании к работнику. Конечно же, для них важен баланс работы и личной жизни. На самом деле, какие-то такие отгулы, выходные и так далее, у очень многих компаний входит в какую-то мотивационную историю. Финансовая поддержка очень важна для молодых семей. Трат у них становится в разы больше. К тому же, кому-то из родителей приходится на время остаться без работы. А есть такие мамы и папы, которые не уходят в декрет. При этом, они имеют право получить пособие по уходу за ребенком. Но не все жители Иркутской области об этом знают. Подробности – далее. Эта молодая мама не получала декретные три месяца. Иркутянка не знала, что теперь получать пособие по уходу за ребенком можно, даже если родитель работает. Такие изменения вступили в силу в стране с начала этого года. Но многие новоиспеченные мамы и папы не знают об этом. Теперь родитель, который выйдет на работу до достижения ребенком полутора лет, может претендовать на декретные выплаты. При этом, неважно, где он трудится – в офисе или дистанционно, оформить пособие может мать, отец, бабушка, дедушка и другие родственники. С начала года за назначение выплат обратились почти 22 тысячи работающих жителей региона. Из них почти тысяча – это как раз отцы. На эти цели социальный фонд направил более 2 миллиардов рублей. Напомним, с 1 февраля 2024 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 9 227 рублей. Также учитывается районный коэффициент. Сейчас общественники Иркутской области обратились в региональное отделение социального фонда. Они просят специалистов еще раз напомнить работодателям о новых правилах назначения пособия. Олег Федоров, новости по будням. Спортсмен из Свирска Костас Теллиидис стал мастером спорта международного класса. Звание сибиряку присвоили после того, как он выполнил соответствующий норматив на Кубке и Чемпионате России по пауэрлифтингу в Туле. Результат атлета в жиме составил 277,5 килограммов на Кубке 285 килограммов на чемпионате. О других новостях спорта расскажем прямо сейчас. Продолжает победную серию Иркутская Байкал-Энергия. Очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом прошел в Иркутске. На домашней арене сибиряки разгромили соперников из Казани. Иркутяне отправили в ворота гостей 12 мячей. Противник уже лишь трижды удалось обойти защиту хозяев поля. А вот ангарский Ермак уже завершил домашнюю серию игр Национальной молодежной хоккейной лиги. Очередными соперниками стали спортсмены из Брянска. Первый матч остался за хозяевами поля. Победителя определилась серия булитов. А вот вторая встреча закончилась для ангарчан поражением со счетом 2-7. Ранее хоккеисты на родном льду дважды одолели представителей Калуги. Следующие игры Ермак проведет в Санкт-Петербурге. Они скрестят клюшки с Динамо-576. Иркутские спортсменки завоевали бронзу всероссийских соревнований по конькобежному спорту в Коломне. Юниорские старты собрали больше 120 участников из 27 регионов страны. Елизавета Гожидоева, Василиса Брюханова и Милана Шарапова взошли на третью ступень пьедестала в командном забеге на 6 кругов. А Елизавета также финишировала третью в масс-старте на 10 кругов. Дарья Эйвазова, новости по будням. Еще одно историческое здание в Иркутске преобразилось. Завершается капремонт Театра Пилигрима. Творческий коллектив переехал в этот дом в конце 90-х. Перед этим здание, которое возвели еще в середине 19 века, отреставрировали, но с техническими ошибками. Из-за этого состояние постройки сильно ухудшилось. Теперь все недочеты исправили, а также покрасили фасад, провели внутренние работы. На днях начнется монтаж акустических панелей для зрительного зала. Они переехали в Иркутск из Москвы. Другие любопытные новости региона, страны и мира ждут вас в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Самый лучший день проходил вчера. Фраза из популярной песни Григория Лепса. Когда слышишь ее, так и хочется подпевать. А чем еще можно заняться вечером после работы? Пусть вдохновят вас на яркий отдых новости, который мы для вас подобрали. Снимки с пушистыми обитателями города собирает иркутянка Любовь Аполь. Первые милые фотографии были сделаны, когда девушка в 2016-м начала вести блог про деревянную архитектуру Иркутска. Во время съемок фотографу часто попадались кошки в оконных проемах. Поэтому иркутянка и приняла решение собрать из снимков Мурлык отдельную серию. Чаще всего пушистики встречались с любовью в центре города. Живые ремесла можно было увидеть в Тулунском районе. Выставка-ярмарка с таким названием собрала 130 талантливых мастеров. Это участники не только из Иркутской области, но и из других регионов страны. Среди экспонатов деревянные игрушки, вышивки, украшения, предметы интерьера, поделки из лозы. Также на выставке провели различные мастер-классы. В списке значимых событий творческого праздника открытие музея «Бурхунские бирюльки». В нем можно будет увидеть экспозицию атрибутов старинных ремесел и предметов быта. Диким кошкам тоже нужна помощь. В Хакасии специалисты спасли рысь. Хищница забралась на фонарный столб и уютно свернулась на нем калачиком. Однако местные жители, несмотря на спокойствие большой кошки, все равно обратились к спасателям, которые оперативно вернули пятнистую красотку на землю. Дикая кошка В Кейптауне восстанавливают водяные лилии, которые не росли там с середины прошлого века. Это капская лилия, крупный тропический сорт кувшинок с белыми лепестками. Цветы высадили в один из местных водоемов, где они уже хорошо прижились. Проект стал символом охраны природы и престижной экологической премии, которая недавно состоялась в ЮАР. В планах у экологов вернуть водяную лилию и в другие водно-болотные угодья Кейптауна. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Еще больше интересного на нашем сайте www.ntsdfistv.ru и в соцсетях Media Holding NTS. Подписывайтесь. Я же на этом прощаюсь. Но помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова